Всем привет! Вы на канале ZEVS NEWS. Наверное каждый любитель отечественного кинематографа помнит актера Игоря Арташонова. Недавно исполнилось ровно 5 лет с тех пор, как не стало Игоря Геннадьевича. Широкая известность пришла к артисту Игорю Арташонову после его запоминающихся ролей в сериалах «Ликвидация», «Бумер 2», «Молодежка», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и многих других. Всего за плечами Игоря Геннадьевича более 70 ярких и талантливых работ. Игорь Арташонов скончался 18 июля 2015 года. У актера оторвался тромб, ему был 51 год. По рассказам близких и друзей актера, артист обладал и незаурядными человеческими качествами. Он в любой момент был готов прийти на помощь другу, отличался необычайной отзывчивостью и скромностью. У артиста остались жена и дочь, которые сегодня отчаянно нуждаются в помощи. Как стало известно накануне, вдова артиста вынуждена продавать его вещи. Кристина признается, что решилась расстаться с дорогими ее сердцу вещами мужа из-за безвыходной ситуации. По словам вдовы актера Кристины, она решилась на продажу личных вещей актера, поскольку у нее нет средств, чтобы поставить памятник супругу. А ведь прошло 5 лет после его трагического ухода. До сих пор у актера стоит деревянный крест, который давно испортился из-за дождя. Вдова актера призналась, что ей конечно жалко расставаться с вещами ушедшего мужа. Среди продаваемых вещей есть личный дневник Игоря, кошелек, водительские права, дипломы, загранпаспорт. Надо сказать, что у самой вдовы Арташенова, Кристины, сложилась непростая жизненная ситуация. В последнее время ее редко приглашают сниматься в кино. В лучшем случае за роль в эпизодах она зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц. Деньги уходят на оплату коммунальных счетов, а также на нужды дочери-подростка и помощь старенькой маме. К тому же у самой Кристины диагностировали онкологическое заболевание. Лечение тоже требует немалых средств. Напомним, что в январе 2015 года в квартиру Арташенова ворвались грабители, которые нанесли серьезные телесные повреждения артисту. В это же время его жена с дочерью уехали к родителям в другой город, что и спасло их от такой же участи. Карета скорой помощи тогда доставила Игоря в столичную больницу, где его ввели в состояние искусственной комы. Многие российские артисты помогали оплачивать дорогостоящие лечения Арташенова. Но полученные травмы дали о себе знать. Спустя полгода организм актера не выдержал и его не стало. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!